Югорские сказки оживут на льдову ДНХ. В Москве 20 и 21 января для гостей выставки форума Россия покажут уникальное театрально-цирковое ледовое шоу. Это совместная работа Нягоньского тюза и Московского театра на льду «Северное сияние». Режиссером-постановщиком проекта выступит Юрий Квитковский. Артисты примерят образы персонажей югорских легенд и сказок. Например, главный герой этой постановки – юноша Эква Перес. Он умен, хитер и способен найти выход из любой ситуации. Помимо интересной истории, зрители ждут захватывающие цирковые элементы на льду в исполнении моноциклистов, фигуристов и жонглеров. Кроме того, после каждого представления артисты проведут мастер-классы со зрителями. Все желающие смогут попробовать свои силы и развить навыки катания на коньках под руководством профессиональных фигуристов. Мы готовим спектакль на льду, поэтому в группе наших артистов достаточно много представителей этого жанра. У нас артисты катаются на коньках и, соответственно, у нас интерес заключается в том, чтобы достаточно за короткий срок объединить драматическую труппу тюза и, соответственно, группу артистов на льду. Помогает землякам прорубить дорогу к победе. Жители Ханты-Мансийска своими руками изготавливают оригинальные топоры, которые украшают именными надписями. После чего они отправляются в зону специальной военной операции, где их передают в руки земляков, служащих в разных подразделениях. Топор сам по себе одновременно орудие и мира, и войны, а такое еще и произведение искусства. Это девятый топор, который я своими руками делаю из старых топоров и отправляю, реставрирую, отправляю в зону военных действий нашим ребятам для того, чтобы он помогал им прорубить путь победы. На каждом отдельное пожелание были, отдельные рисунки. Но везде и Угра, и Донбасс. Очередное произведение искусств мастера журналисты нашего Макеевского корпункта передали накануне прямо в руки адресата. Им стал командир третьего взвода в отряде «Шторм». Он подарок принял и пообещал приложить все усилия для приближения победы. Все куют победу кувалдой и молотком. Мы победу прорубим и дорогу себе сделаем. Победа будет за нами. Надеюсь, будем брать его с собой, пробивать трудно доступные места, рубить себе сами просики. Этот будет наш символ победы. И спасибо Народному фронту, ребят, что не забываете нас. Вы наш надежный, крепкий тыл. Нам очень приятно, что нас вспомнят, нас не забывают. Победа будет за нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дистанция составит 2 километра. Важно помнить, что карточка участника массового забега недействительна при выступлении в спортивных забегах. О них, к слову, пойдет речь дальше. Здесь для регистрации необходимо иметь хорошую физическую подготовку, медицинскую справку, паспорт или согласие родителей на участие. Соревнования пройдут в семи возрастных категориях. А дистанции составят от полутора до пяти километров. Продолжение следует...